МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Неделя города и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Юбилей областной думы. В филармонии губернатор поздравил депутатов. На своем примере врачи ОКБ сдали нормативы ГТО. Опасный сезон. Скверы и парки обработали от клещей. Областная дума начала свою деятельность в период серьезных перемен в общественной и политической жизни страны. За три десятилетия региональный парламент успешно прошел несколько этапов развития. За период работы с 1994 года по наше время Рязанской областной думой принято почти 3,5 тысячи законов. Свою работу городская дума начала в 1994 году. Первые выборы прошли 27 марта. Первое заседание уже 6 апреля. 12 депутатов приступили к исполнению своих обязанностей. В первые годы практически половина принятых областных законов была направлена на создание правовой базы для организации государственной власти в области и становление местного самоуправления. Значительную долю составило бюджетно-налоговое законодательство. Также были определены основные направления аграрной политики. Заложен фундамент будущего социального кодекса. Разработаны нормативные акты, направленные на правовое обеспечение, социальных гарантий и защиту прав граждан. В парламенте работали врачи, педагоги, инженеры и строители, офицеры и аграрии, энергетики и сотрудники предприятий. Совершенно разные люди, но их объединяло одно – любовь к рязанской земле и желание отстаивать интересы своих земляков. За всю историю в Рязанскую областную думу были избраны 149 депутатов. Сегодня в этом зале представители всех семи созывов, и я предлагаю поприветствовать их. В этом году областной думе исполнилось 30 лет. На протяжении трех десятилетий областная дума наращивала и совершенствовала правовую базу для устойчивого развития региона, укрепления его экономического потенциала, повышения социальной защищенности жителей. С 1994 года было принято почти 3,5 тысяч законов. В числе приоритетных направлений были и остаются депутатский контроль за использованием бюджетных средств и работа с гражданами, помощь рязанцев в решении любых вопросов, говорит губернатор. Рязанская областная дума – это всегда надежная опора в реализации государственной политики, в решении задач, которые ставит наш президент. Я благодарю депутатов всех фракций седьмого созыва. Там у нас иногда могут быть разные взгляды на определенные вопросы. Это абсолютно нормально, потому что так истинно и рождается. Но мы всегда приходим к консенсусу, всегда принимаем решения. И самое главное, что абсолютно у всех есть готовность работать системно. В интересах региона, в интересах жителей нашей области. Вот областная дума всегда это демонстрирует. Павел Малков добавил, что много еще предстоит сделать, при этом будут опираться на запросы рязанцев. Многое из этого уже реализуется благодаря серьезной поддержке, которая есть благодаря национальным проектам. Помимо этого, президент объявил о запуске еще пяти новых национальных проектов. Значит, говорит Павел Малков, у региона будет еще больше возможностей для развития. Областная дума во всех этих направлениях участвует. В эти выходные пионерское движение отмечает день рождения. В 2024 ему исполняется 101 год. Отмечают этот праздник и в нашем регионе. Пионерские клятвы и отряды, всеобщие голосования, первые детские коммунистические организации датируют 19 мая 1922 годом. И хотя с момента создания движения прошло больше 100 лет, пионерские отряды и по сей день объединяют подростков со всей страны. Во времена Великой Отечественной войны участники детского движения помогали армии на фронте и в тылу, в отрядах партизан и в подполье. Пионеры и сейчас занимаются общественно полезной работой. Собирают макулатуру, озеленяют территории, организуют патриотические просветительские мероприятия. Поздравляю всех ребят, которые мы приняли только что в Пионерске с этим праздником. Надеюсь, что все будут учиться, дружить и помогать себе, соседям, друзьям и родине. В современной России возобновляют патриотическое воспитание молодого поколения, организуя похожие на Пионерскую и другие организации. В 2016 году было создано Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». С тех пор в ряды юнармейцев вступило уже более миллиона российских школьников, в том числе и из нашего региона. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителей Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты. О его исчезновении стало известно еще в феврале этого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Создана следственная оперативная группа. Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Об исчезновении жителя Сапожковского района стало известно 27 февраля. Тогда один из поисковых отрядов разместил в социальных сетях ориентировку. Стали известны обстоятельства исчезновения. Утром 24 февраля компания мужчин отправилась на охоту неподалеку от села Морозовы Борки Сапожковского района. С тех пор о пропавшем ничего не было слышно. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства. Была создана следственно-оперативная группа. Расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Следствием установлено, что 24 февраля 2024 года на территории охотничьих угодий в Сапожковском районе Рязанской области во время проведения незаконной охоты житель города Рязани 1970 года рождения произвел из имеющегося при нем ружья несколько выстрелов вдоль стрелковой линии, застрелив лоси и смертельно ранив одного из охотников. После этого в целях избежания ответственности мужчина совместно с двумя участниками незаконной охоты вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю. Это кадры от 16 мая. Тогда в ходе проверки показаний на месте обвиняемый в убийстве указал конкретное место сокрытия тела потерпевшего. Следователями следственного управления в отношении охотников также возбуждены уголовные дела. По признакам преступлений, предусмотренных статьей «Незаконная охота» и статьей «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Озвучено пять новых национальных проектов. Обязательно нужно обеспечить участие в них региона. Нацпроект «Семья» повысит качество жизни семей и поддержит рождаемость. По нацпроекту «Экономика данных» появятся цифровые платформы в ключевых отраслях экономики, а также для нацпроекта «Молодежь России» продолжительная активная жизнь, кадры. Бюджет сейчас напряженный, поэтому нужно плотно взаимодействовать с федеральными ведомствами, использовать абсолютно все возможности. С послания президента глава региона Павел Молков начал заседание регионального правительства. О том, какие вопросы на повестке дня, расскажем далее. В Рязани появится 54 новых детских площадки. Об этом на заседании правительства рассказал глава городминистрации Виталий Артемов. По местным инициативам установка 10 площадок. Сейчас собираем софинансирование, объявляем торги. По нацпроекту «Жилье» и «Городская среда» три площадки. И предусмотрели в бюджете города Рязани 40 миллионов рублей. Это тоже 40 площадок по инициативе граждан во дворах, по программе развития жилищно-коммунального хозяйства. Еще одна детская площадка появится в Нижнем городском парке. Ее важность подчеркнул и губернатор Павел Молков. Говорят, территория парка большая, детскую площадку там ожидают давно. Притом соответствующую этим самым высоким ожиданиям. Сам Нижний парк отдельный проект, потому в правительстве постараются выделить дополнительные средства на площадку, чтобы она была готова к открытию. Конечно, очень важно, чтобы те площадки, которые мы устанавливаем, не оставались бесхозными, либо управляющей компанией, либо администрацией. Но кто-то должен следить за их состоянием. Другой важный вопрос заседания правительства – транспорт. В регион поступило 26 новых автобусов. 20 из них дизельные, еще 6 – на газовом топливе. На следующей неделе мы уже их запускаем на линию. По 6 маршруту мы добавляем 8 автобусов и по 20 маршруту 12. Также остальные 8 мы добавляем на 7 маршрут взамен старых автобусов. Интервал по 6 маршруту мы планируем с 25-30 минут. Интервал ожиданий сократится до 18-20. И на 20 маршруту с 25 минут до 15 минут, 11-15 минут. Еще одно поручение губернатора было министерству ТК ЖКХ – закупить необходимую технику и распределить по муниципалитетам. 10 единиц техники коммунальной, соответственно, было по лимиту 50 миллионов распределено. То есть это Касимовский район, город Касимовский, Сасковский район, Сараевский, Пронский и Шацкий муниципальные районы. Соответственно, сейчас объявлен у нас еще один отбор на дополнительную сумму в 20 миллионов. Сейчас идет сбор заявок. Здесь тоже главное следить за техникой, говорит Павел Малков, чтобы закупалось именно необходимое. Другая тема – внезапное отключение электричества в Рязанском районе. Здесь тоже отчитались. Причина такого отключения – то, что почти 50 километров ЛЭП идут по лесу. Сейчас идет активная замена проводов. Спасский РЭСК уже заменил свои провода на СИП-кабель, на СИП-провод, который позволяет своевременно выявить причину. И по этой причине, по этой протяженности, по Спасским РЭСКу, у нас уже практически нет отключений. Остается отключение только по Рязанскому РЭСК, там, где у нас проходит 28,7 километров. На сегодня 13 километров уже кабель-провод заменен. Осталось заменить, ну, оставшиеся порядка 15 километров. РЭСК с курсией, мероприятия у них разработаны на две части. В этом году первая часть. Что мы можем ответить автору обращения? Когда прекратятся такие регулярные отключения в этих населенных пунктах? То есть, когда будут завершены работы? Что касается замены именно провода на СИП, то есть, естественно, это повысит надежность, насколько это возможно. Вот, работа действительно там порядка даже 25 километров там запланирована на 25-й год. Вот, или нет, не 25-ти, по-моему, 19-ти по памяти. Вот, узел вот этот проблемный. То есть, очень много отключений было вот как раз в период непогоды в декабре, в январе месяце. Вот, и сейчас к нам поступило на согласование корректировка инвестиционной программы «Рязани Энерго» на 24-й год. Вот, и мы сейчас с коллегами из «Рязани Энерго» будем вести речь о том, чтобы объемы 24-го года также были увеличены. В завершении заседания правительства традиционная статистика по обращению соцсетей. В лидерах за прошлую неделю – жалобы по ЖКХ. Рязанцы в связи с похолоданием просили включить отопление. Помимо этого, жаловались на отключение электричества. В тройку лидеров традиционно вошли и дороги. Здесь просили убрать наносы. Замыкает топ-5 общественный транспорт. Дескать, автобусы новые поступили, а на маршрут их не вывели. Губернатор дал поручение каждое обращение отработать. В Рязани области проходит обработка от клещей и непарного шелкопряда. Какие именно участки обрабатывают и на какой площади – расскажем прямо сейчас. Тендер на обработку парков и скверов от клещей опубликован на сайте госзакупок. Сумма – почти миллион рублей. Работы планируют провести в лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха, в парках имени Гагарина, имени Беликова, Польско-Советского братства, Морской славы, в Комсомольском парке, в сквере между Укасимовским шоссе и улицей Тимуровцев, на территории у Черезовских прудов, Дендропарке, в сквере имени Александрова. Помимо того, что подрядчик будет обязан провести обработку против клещей, ему следует обследовать территорию и после обработки. Если на обработанной территории найдут клещей, то повторные работы подрядчик проведет за свой счет. Помимо этого, обработку нужно будет выполнить при отсутствии осадков. Этот пункт тоже прописан в тендере. Саму территорию на время работ нужно будет ограничить яркой лентой и повесить таблички. Заказчик – дирекция благоустройства города. Работы должны выполнить с даты заключения контракта по 31 мая 2024 года. Во время прямого эфира губернатор Павел Молков рассказал, что суммарно обработают территорию в 100 гектаров. Помимо парков и скверов, работы пройдут в местах скопления жителей города. От комаров же обработают 32 водоема. Борьба с непарным шелкопрядом тоже остается актуальной, отметил глава региона. В области уже ограничили посещение лесов. Причина – как раз та самая обработка, которая начнется уже с 15 мая. Закончится она 10 июня. Суммарная обработка против непарного шелкопряда будет проведена на территории больше 5,5 тысяч гектаров. В течение месяца будет запрещено посещать леса и собирать лекарственные травы и ягоды на территории Клепиковского, Криушинского, Солочинского, Спасского и Тумского лесничеств. Также на данных территориях нельзя будет пасти скот. Причину такой поздней обработки назвали в Минприроде. Дело в том, что весеннее развитие яиц непарного шелкопряда начинается при температуре выше 6 градусов тепла. Выход гусениц из яиц обычно совпадает с распусканием почек дуба. Как отметили в министерстве, максимальный эффект от применения биологического препарата достигается при обработке именно против гусениц-вредителя. Таким образом, борьба с непарным шелкопрядом будет проводиться в период распустившихся листьев на деревьях, так как биологический препарат кишечного действия. Среднесуточная оптимальная температура днем для биопестицидов от 18 до 30 градусов тепла. Обработка насаждений малоэффективна при температуре воздуха ниже 13 градусов во время дождя или обильной росы. В ведомстве назвали и источники распространения шелкопряда. Это земли лесфонда, заросшие деревьями сельхозназначения, леса на территории охраняемых природных территорий, федерального значения и военных лесничеств. Как раз на землях, которые к лесфонду не относятся, обработку от шелкопряда должны сделать собственники участков, уточнили в Минприроде. Сбор гуманитарной помощи проходит регулярно. Зачастую грузы собирают по заявкам самих военнослужащих. Вот в социальном фонде сформировали новую гуманитарную посылку. Вот сейчас социальный фонд собрал средства, сотрудники социального фонда собрали средства. И вот мы закупили прицел тепловизионный, который мы отправляем с удовольствием военнослужащим полка 1044, 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Это по их запросу. Мы очень надеемся, что они и в ночное время смогут выполнять задачи. Важность посылки сложно преувеличить. Бойцы рассказывают, что зачастую цели поражают именно благодаря этому оборудованию. А пользоваться им можно как ночью, так и днем. Рядом аккумуляторы для этого самого прицела. Здесь же на столе детектор дронов. Он реагирует на приближающихся птичек и подает бойцам сигнал. Весь этот стол собрали сотрудники регионального отделения социального фонда и неравнодушные рязанцы. Все по заявкам бойцов, как контрактников, так и мобилизованных. А это пульт от квадрокоптера Mavic 3T. Юлия Чеснокова рассказала, что нашим бойцам удалось посадить вражескую птичку. Теперь это трофей широкоугольной камерой на 48 мегапикселей, зумом и тепловизором. А благодаря этому пульту квадрокоптером теперь можно будет управлять. И это только часть гуманитарной помощи. К нам присоединяются наши друзья, коллеги, родственники и друзья друзей. То есть у нас уже круг людей, которые жертвуют средства, на которые мы можем технические вещи закупать, шириться. Например, вот эти очки, дорогостоящие вещи. Это, например, собрали родители 4-го лицея. Очки эти – вещь незаменимая, говорит Юлия. Принцип их работы прост. Когда их надевает боец, то он видит траекторию полета вражеского дрона. И можно уже от этого выстраивать свою тактику. Сумма только этого стала около 400 тысяч рублей. Помимо этого бойцам в зону СВО отправят порошковые огнетушители, маскировочные сети, сухой душ, гигиенические салфетки. В общем, самое необходимое. Мы, военнослужащие мотострелкового полка 1044 11-й отдельной десанто-штурмовой бригады, выражаем слова благодарности за сбор и отправку гуманитарной помощи. Это видео за прошлый месяц. Есть еще месяцем ранее и еще раньше. Гуманитарку бойцам отправляют регулярно. Собирают своими силами, по запросам. Мечта Юлии Чеснокова – отправить бойцам систему радиоэлектронной борьбы. Возможно, удастся уже совсем скоро. Общими силами. В этом году государственная итоговая аттестация пройдет в три этапа. Досрочный, основной и дополнительный. Досрочный этап уже прошел. На него записались пять человек. Об особенностях остальных двух этапов расскажем далее. Рязанская область к сдаче государственной итоговой аттестации готова. Об этом рассказала министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина. Пройдет аттестация в три периода. Досрочный, основной и дополнительный. Основной период в этом году будет проходить для 9 классов с 21 мая по 2 июля, для 11 классов с 23 мая по 21 июня. В этом году пересдать один из предметов можно по выбору, если результат выпускника не устроит. Вначале нужно написать заявление, которое отменяет предыдущий результат. Пересдать один из предметов можно 4 или 5 июля. В этом году мы работаем по новому порядку, который вступил в действие с 1 сентября 2023 года. Какие основные изменения были в порядке проведения экзамена? Прежде всего были изменены сроки проведения итогового собеседования в 9 классах и итогового сочинения в 11 классах, которые являются допуском к участию в государственной итоговой аттестации. На сегодняшний день все эти мероприятия выполнены. Чтобы получить аттестат 9 класснику нужно сдать 4 предмета, 2 из которых обязательные. Самые частые предметы, которые ребята выбирают, общество, знание, информатика и география. У 11 классников проще, нужно сдать 2 обязательных экзамена. Русский язык, минимально набрать 24 балла. И математика, проходной 27 баллов. По желанию, базовую математику можно заменить на профильную. В регионе такое желание выразили больше 30 человек. Всего же в Рязани области гео сдают больше 11 тысяч 9 классников и 4 тысячи 11 классников. Приемная же комиссия стартует с 20 июня. Врач – профессия особенная. В борьбе за здоровье пациентов каждый доктор пропагандирует прежде всего профилактику. Здоровый образ жизни и поддержание себя в хорошей физической форме – тоже форма профилактики множества болезней. Врачи областной клинической больницы, подавая пример своим пациентам, сдали нормы ГТО. Прыжки в длину, подтягивания из висы на перекладине, наклоны вперед с прямыми ногами. Порядка 160 сотрудников Рязанской областной клинической больницы сдали нормативы ГТО. Кстати, участие в мероприятии абсолютно добровольное. По словам врачей и медсестер, мотивации сдать ГТО стало желание проверить свои силы и физические показатели. Спортом занимаюсь, так скажем, любительским. Условно, это тренажерный зал регулярный. Но нормативы ГТО сдаю впервые. И считаю, что эта акция очень такая полезная. Она способствует развитию коммуникации среди медперсонала и не только. Ну и плюс еще хорошая погода. И заодно узнать исходное состояние своего физического развития. Я думаю, что для каждого из нас здесь очень полезно. Причем среди участников спортивной акции как молодые медики, так и те, кто уже не один десяток лет в профессии. Сама программа физкультурной подготовки делится на разные ступени по возрастам. И для разных групп свои нормы в каждом из испытаний. В детстве, да, занималась и легкой атлетикой в школе, и бегали, и прыгали. Так что, да, брали прыжки в высоту. Да нет, не готовились особо. Так, вроде решили, захотелось, пошли. На данный момент спортом не занимаюсь, волейболом так чисто. И как бы не готовилась, нет. Просто пришла, сказали, хотите? Как бы да, мы за все. В этом году физкультурно-спортивному комплексу 10 лет со дня возрождения. По всей стране это событие отмечают фестивалями и массовыми мероприятиями, где люди разных профессий своим примером показывают, что для нашей страны спорт – это норма жизни. ГТО я сдаю первый раз в своей жизни. Очень хотелось давно сдать, но не получала в связи с занятостью, со своей работой. Спорт люблю, но не профессиональный. Стараюсь поддерживать себя в хорошей форме, по возможности посещаю регулярно бассейны, фитнесы. Поэтому очень хотелось сегодня здесь побывать. А для всех желающих в эту пятницу и субботу в лесопарке пройдет фестиваль ГТО. Любой резанец может поучаствовать и сдать нормативы, чтобы проверить свою готовность к труду и обороне. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 15 мая ежегодно отмечают Международный день семей. В нашем регионе семей с детьми более 120 тысяч, 37 тысяч из них – многодетные. Существует общественное движение, объединяющее тех, кто воспитывает трех или более чад. Чем именно занимается объединение многодетных семей, расскажем в следующем сюжете. Взаимовыручка и общение. Для этого когда-то и возникло объединение многодетных семей Рязанской области. За годы число участников достигло уже девяти сотен человек. Общественное движение организует мероприятия, конкурсы и мастер-классы, ставя свои задачи поменять стереотипное отношение общества к многодетным семьям. И за пять лет кураторам объединений это удалось сделать, считает руководитель мира семьи Елена Коновалова. Мы не кичимся тем, что мы многодетные. Вот как раз мы создали объединение не для того, чтобы заходить с пинка в какую-то дверь и кричать «Мы многодетные, нам обязаны», а для того, чтобы наоборот детям показывать, что можно, ну, одна семья вот так живет, другая вот так. Например, кто-то на старшего ребенка большую нагрузку кладет, и он говорит, я больше никогда не буду многодетным. Я нанянчился, вот. А потом они объединяются в другой семье, и он видит, слушай, а в другой семье не так. Можно, оказывается, быть многодетным, но это по-другому. Тогда я хочу детей, тогда, да, мне нравится быть с детьми, но вот если вот так дети будут жить, мне нравится. И вот эта вот даже между многодетными информированность, она очень такая серьезная и меняет взгляды. За годы существования объединение многодетных семей расширило свою сферу влияния и перестало быть чисто информационным. Уже четвертый год Мир Семьи организует городские мероприятия, встречи, мастер-классы по профориентации для подростков. Правда, конкретной локации, где многодетные родители собираются, пока что нет. Взаимодействие происходит в основном в группе социальной сети. Кстати, Мир Семьи привлекает и профильных специалистов. Если кому-то из участников объединения многодетных нужна помощь. У нас есть на постоянной основе остеопаты, два, которые принимают наших многодетных. У нас сейчас некоторые специалисты тоже подключаются. Как это получается, наши многодетные мамы где-то отучиваются или получают какую-то квалификацию, или вдруг у них включается, что мне остеопат помог. А как же я тоже могу помочь, да, и там логопед, например, подключается. Иногда бывает такое есть. Вот так, чтобы это сидело в каком-то кабинете на постоянной основе, такого у нас нет. Сейчас в группе объединения многодетных семей проводят конкурс «Счастливое детство», итоги которого станут известны уже в преддверии Всемирного дня защиты детей, который отмечают 1 июня. Состязание детских рисунков за 4 года стало традиционным. Творческий конкурс проходит в трех возрастных категориях, и принять в нем участие могут все желающие до 18 лет. А положение о конкурсе можно найти в официальной группе ВКонтакте «Объединение многодетных семей». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин